Всем привет, с вами Виндертон, и это очередной подкаст, который выходит не так часто, но выходит. В течение какого-то времени у меня в голове формировались несколько мыслей, которыми я сейчас с вами попробую поделиться. Их всего три, и начнем мы с той, у которой вообще нет названия, и вы вольны назвать ее так, как пожелаете. Она заключается в том, что идея огромного количества вакансий в IT медленно, но верно утухает. Вообще, люди верят в то, во что они хотят верить, и когда они слышат что-то, что не сходится с их планами, и противоречат жизненному пути, или просто их мнению, они не соглашаются, даже если это горькая правда. Дело в том, что я несколько лет не обращал внимания на нынешний стейт рынка вообще. IT же это относительно новая сфера, здесь куча нерешенных задач в Кремниевой долине, продолжают инвестировать в различные стартапы, и вообще-то сфера развивается. С одной стороны это так, но с другой, за счет многих факторов, из этой сферы некоторые сделали, и делают объекты наживы, пиара, и в общем и целом, за счет некого хайпа IT, люди делают не очень хорошие вещи. Повестись на рекламу о том, что программирование можно выучить за 2 месяца и зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, не так-то и сложно, особенно для людей, кто хочет сменить работу или просто чем-то начать заниматься. Таких людей, как бы грустно это не было большинство, и судя по тому, что эти рекламы продолжают появляться, в различных крупных ресурсах, аудиторию этих рекламодателей определенно есть. Еще года 2-3 назад ничего подобного не было, не было тонн туториалов на ютабе, кучи пабликов в ВК, различных сайтов с обучающими материалами и так далее. Короче, суть в том, что сейчас с неимоверной скоростью на свет производятся низкокачественные инженеры, которые в принципе не понимают, что такое программирование, что у них есть какие-то основы и так далее. Людям просто дают список того, что нужно выучить, чтобы решить какой-то спектр задач. На курсах, туториалах и так далее вам впаривают то, что C++ умер, C не нужен, Java стара и так далее. Предлагают учить питон, хотя это один из самых худших языков на данный момент, и даже сам его создатель писал о том, что изначально питон спроектирован неправильно, но и люди, которые пишут на этом языке, понятия не имеют о том, что он, скажем, старее, чем Java. Суть не в этом. Огромное количество слабых программистов сейчас уже существует, это количество растет, наверное, каждый день. 98% от их числа это мобайл-девелоперы и веберы. Я ничего не имею против веба или другой ветви, но так как у меня есть опыт в нескольких отраслях IT, то я хотя бы могу как-то судить, какие задачи решают веберы на PHP и Java, и какие разработчики игр под X64. Возвращаясь к низкокачественному. Если этим разработам сказать о том, что есть компании типа Intel, Nvidia, Rockstar Gaming, Apple и так далее, что они нанимают, и ты можешь там работать, этот человек, скорее всего, засмеется или посчитает вас сумасшедшим. Ведь на курсах, которые вам предлагают, и на татериалах, которые большинство смотрит, вы явно не заедете в Intel как инженер. Вы можете как-то себя утешать, мол, это все сложно, я не знаю, что делать и так далее, но суть такова, что через несколько лет будет намного сложнее найти даже простую работу джавистам или PHP-шникам, потому что эти самые люди будут там. И если прибегнуть к элементариям статистики, то так как эти курсы, каналы, другие ресурсы штампуют огромное количество недоинженеров, то шанс, что хотя бы из 100 будет один, способный выполнять все таски, которые ему дадут, крайне высок. Я не уверен, но будет что-то наподобие того, что сейчас происходит с Visa H1B. Когда какой-нибудь кодер из Индии, который в принципе ничего не создает, занимается только поддержкой Legacy, готов работать за 50к в год, получает эту визу и работу, а кто-то другой, кто, скажем, закончил MIT и пробивается в какой-нибудь многообещающий стартап в долине, остается в своей бедной стране, занимаясь какой-нибудь ерундой, чтобы, например, заявки на кредит обрабатывались на 7,5% быстрее. То есть будет примерно то же самое. Вакансии, которые все еще есть, будут заняты людьми, которым в принципе пофиг, а вы, так как не желаете заниматься более сложными вещами, развиваться и идти к чему-то большему, будете конкурировать именно с ними, а так как их в тысячу раз больше, вы, скорее всего, останетесь без работы. Я иногда слышу от подписчиков, что нет работы в городе или регионе, что от жена требует больше, чем раньше. И на самом деле это так, и я бы сделал то же самое на месте работодателей. Это естественный процесс адаптации. Компании даже слабые понимают, что сейчас происходит, то есть то, о чем я вам говорю, и видят поток этих животных программистов и просто защищаются, огораживаются, спасаются путем добавления в вакансию кучи требований, опыта работы и всего такого. Это просто реакция. Мне пару раз на канал писали из компаний, которые занимаются обучением программированию, и чьи рекламу вы периодически видите, и писали они мне для сотрудничества, то есть рекламы. Как вы можете заметить, делать этого я не стал по ряду причин, и одна из них в том, что там не просто бесполезняк, а абсолютный бесполезняк. Такая вот градация. Окей, научиться решать конкретные задачи можно за интенсивные пару-тройка месяцев на каких-то курсах, я думаю. Но именно конкретный спектр задач, тривиальных задач, чтобы заниматься чем-то более серьезным, интересным, перспективным, неназойливым и нескучным, чтобы приходить на работу с улыбкой, чтобы с кем бы вы ни поговорили, и с командой вы научились чему-то новому, чтобы даже поход за кофе с членом из команды для вас был как месяц в универе. Вам нужно знать, ну, плюс-минус больше, чем вы знаете сейчас. Возвращаясь к компаниям с рекламой. Вообще, чтобы никого не обидеть, я просто называю большие суммы за рекламу, и они отказываются. Был забавный момент однажды, что одна из этих контор прямым текстом призналась, что мы не готовы заплатить столько, потому что через год, как бы нам этого не хотелось, наши курсы будут неактуальны. Вы бы меня просто сожрали, если бы я выложил что-то подобное на канал. В общем, ставьте себе цели чуть выше, чем просто устроиться на работу, и однажды восхвалите вы себя, и светом озарится путь ваш и станет на душе вам спокойнее. Вы почувствуете силы, приток и превосходство почувствуете, пахнуть от вас будет знанием и умением, а враги ваши позади останутся и смирятся, что вы пасты, что вы путь освещаете, и никто другой. Да пребудете развиты вы долгие дни. Следующая тема – видео за час. Был и есть такой человек, которого зовут Дерек Бенес. Кто-то из вас о нем слышал, кто-то подписан, а кому-то еще суждено подписаться. Так вот он давным-давно затеял тему с тем, чтобы записать урок за один час на любую тему. Новички не понимают подвоха и смотрят подобные видосы. Ладно, Дерек, ему-то за сорокет, и он что-то знает, у него есть какой-то опыт, но, как и все остальное из Запада, эта тематика видео за час перекочевала и в СНГ. Сейчас есть уникумы, которые пишут язык программирования за час, фреймворк за час, движок за час, как снять сериал за час, как построить дом за час, как снять видео, видеоурок за час, за час и так далее. В этих видео, что у Дерека, что у наших госу нет абсолютно никакого смысла для новичков. Если говорить только о видосах по языкам и связанным технологиям, то это просто овервью, обзор инструмента, все равно что обзор велосипеда, микрофона, монитора и так далее. Только, как правило, с кучей ошибок и неточностей. Подобные видео не научат вас программировать вообще. Они вообще ничему не научат, поверьте мне. Вы просто смотрите на инструмент и, как правило, в качестве примеров, там такие тривиальные вещи, что даже подташнивает. Разумеется, кто-то из вас скажет, что ты-то не новичок, Виндертон, и это нормально, что тебя подташнивает, но суть в другом. Для новичка это юзлесс. Посмотрите это видео 20 раз, ты все равно ничего не напишешь, кроме консольной ерунды с вводом и выводом на пару сотен строк кода. Это максимум. Эти видео несут в себе прямой посыл и посыл этот злой. Кликбейты, замануха, впаривание людям того, что они хотят услышать, типичный цыганский развод и так далее. Небольшой совет. Если вы что-то учите и вам легко, вы учите не то. Шанс того, что вы просто уникален и все понимаете, крайне мал. Скорее всего, вы под гипнозом бича, который надеется на ваш сап и лайк. Кстати, лайкайте это видео и подписывайтесь. Короче, сейчас поиск годноты превратился в золотоискание в волшебной долине. Есть откровенные приманки, повестись на которые означает попасть в ловушку, а реальные самородки скрыты за никудышным интерфейсом и странными названиями. Просто задумайтесь, если эта мысль вас еще не посещала. И, наконец, последняя и заключающая мысль этого разговора – велосипеды. Часто можно увидеть мысль, что зачем писать велосипеды, когда есть либы, фреймворки и различного рода имплементации того, что вы хотите написать. Если вы слышите от вашего тимлида или от ментора, что не стоит выдумывать велосипед, знайте, что он вас давит прямо в колыбели. Я освещал эту мысль поверхностно на стриме, но обращусь к ней и тут. Возьмем, в пример, колесо. Есть несколько точек зрения, когда именно оно появилось и в каком месте, но суть не в этом. А в самом изобретении колесо – идеально. Его изобрели тысячелетия назад, а принцип остаётся тем же самым. Колесо используется просто везде, и за счет этой технологии было реализовано огромное количество других. Переизобретать колесо – это действительно как минимум самонадеянно. За последние 30 лет, по крайней мере, в геймдеве не было изобретено ни одного колеса. Если вы думаете, что Unreal – это колесо, у вас проблемы. Если Unity – то у вас проблемы. Если вы считаете колесом Lua, у вас проблемы в квадрате. Если, по вашему мнению, колесо – это A-Star алгоритм, то вы странный и, скорее всего, неумелый. В общем, переписывать с нуля всё, что есть – это как никогда здравая идея. Возможно, именно вы найдёте решение, какой бы там ни было проблемы во время имплементации красно-чёрного дерева. Возможно, вы, создавая очередной дистрибутив на основе Unix, поймёте, что Unix что-то всю жизнь упускал. Или, создавая игровой движок для вашей идейной игры, вы вдруг осознаете, что Бен Аффлек в фильме «Сорви глава» сыграл абсолютно хуёво. Не бойтесь писать велосипеды. Пишите велосипеды. Вы что, не хотите запомниться, как изобретатель своего рода колеса в IT? Не слушайте тех, кто говорит об основах как о чём-то старом, забытом и ненужном. Писать велосипеды – это здорово. И в душе мы все изобретатели и мечтаем создать дирижабль, который будет способен вести нас к водопадам за мглистые горы. С вами был Винтертон. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok